Привет! Меня зовут Эд и сегодня мы будем говорить о красоте. О красоте области вокруг глаз и конкретно о морщинах. Это в основном, конечно же, глубочайшие складки и морщины, называемые гусиными лапками, а также и другие морщины. Они могут быть чуть ниже, в общем, они могут быть где угодно. Конечно же, данная тематика моя затронет вообще область всю вокруг глаз. Это, конечно же, и очень проблемная зона век и так далее. Это и отеки, и мешки, различные припухлости, также темные круги. Но на первом месте, конечно же, стоит это гусиные лапки. Они, если уже начали появляться, то будут углубляться, 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 если не остановить их и ничего не делать. Конечно же, мы будем работать с этими несносными гусиными лапками, а также в целом с областью вокруг глаз. Для улучшения ее как внутреннего, так и внешнего визуального состояния. Подготовлено очень много материала, как минимум 20 эффективных рецептов и рекомендаций. И в течение двух-трех месяцев я выложу все эти уникальные рецепты. И вы на будущее можете на одном канале найти практически все известные рецепты, советы, маски, массажные движения и другие мероприятия, которые будут способствовать улучшению в целом вашего состояния вокруг глаз и уменьшению или даже нивелированию различных морщин и гусиных лапок. Все ссылки вы найдете внизу. Также, если вы досмотрите до конца это видео, вы увидите 4 анимированных окна. Нажав на любое окно, вы сразу же перейдете на следующий рецепт. А рецепт на сегодня такой. Мы будем применять чудесное растение, вернее сок с этого растения. Это, конечно же, петрушка. Данное растение является целой кладовой различных очень многих витаминов, элементов и микроэлементов. И очень хорошо воздействует на нашу проблемную зону. Как правильно работать с этим растением? Ну, покупаем свежую петрушку. Она у вас должна быть постоянно. Она хорошо хранится в холодильнике. Практически до 10 дней можно хранить петрушку. Купите ее в достаточных количествах, чтобы она всегда у вас была под рукой. Ну, самое сложное, отжать с нее сок. Так как бывает петрушка, которая, так сказать, суховатая. Вот с нее трудно отжать сок. Но можно. В принципе, сока надо немного. Поэтому на любом приборе, что у вас есть, или это блендер, или это специализированные сокоотжималки какие-то небольшие. Или, ну не знаю, что-то еще. Можно перетереть петрушку, а потом вот эту перетертую смесь, которая уже пустила сок, окутать марлей и хорошо все выжать. То есть, уже не нужно никаких приборов. Просто вручную отжимаем. В крайнем случае, если вообще ничего у вас нету, просто берем очень-очень мелко ее ножом сечем. И так же само. Облачаем ее в 2-3 слоя марли. И вот так, скручивая, отжимаем с петрушки сок. Все. Отжали немножко сока. У нас есть косметические диски. Уже есть наш свежевыжатый сок петрушки. Теперь быстренько подготавливаем кожу к нашим мероприятиям. Конечно же, непосредственно перед процедурой мы берем очищающие наши косметические средства. Молочко там и так далее, лосьоны и так далее. И очень хорошо очищаем кожу непосредственно перед процедурой. Дальше. После этого я рекомендую сделать обязательно массажик. Легкий, быстрый, одно-двухминутный массажик. Он может быть самый простой. Главное, чтобы вы постоянно его делали. Самое важное это постоянство, а не какой это массаж. Просто разогреваем кожу. Сейчас я быстро покажу самые простые движения, которые вы можете использовать перед любой процедурой. Итак, берем пальчики. Один пальчик или несколько пальчиков. И делаем вот такие движения. Начинаем с лобика. Просто захватываем его, чтобы тоже его прогреть. Потому что, ну, почему мы будем работать только с глазками? Если у нас есть еще переход такой вот в лобик, мы тоже быстренько можем с ним поработать. Даже если мы не будем наносить ничего на лоб, массажные движения дадут со временем положительный результат и для этой зоны. Поэтому начинаем быстренько с вот этой зоны и будем двигаться вниз к нашим векам и кожей под глазами. Также вот этой нашей зоной проблемной, где возникают маленькие и огромные гусиные лапки впоследствии. И так, просто берем его такими движениями делать. На лбу можно, в принципе, придавливать средне. Надавливать средненько так. Когда мы уже спускаемся и потихонечку спускаемся. Потихонечку. Здесь у нас брови. Чуть-чуть давление уменьшаем. И когда мы уже достигаем век, очень осторожно. Очень осторожно. И чем дальше, там 40-50 лет, тем здесь все истончается. И надо быть предельно осторожным. Очень нежно. Чем больше возраст, тем надо более нежнее делать здесь массажные движения. Там в 20-30 лет. Кожа здесь еще очень толстая, натянутая. Можно так тоже чуть меньше, чем средненько давим. И делаем вот такие движения. Не забываем об вот этой зоне. Вот так. Раз, раз, раз. И вот так работаем. Одну минутку. Потом можно сделать еще вот такие движения легенькие. Очень легенькие. Не перенапрягайте. Не перетягивайте кожу. Сделайте вот такие движения. Не забудьте под глазами. Здесь тоже очень проблемные зоны, очень проблемная кожа. Она здесь потом очень сильно истончается. И начинаются морщины. Даже начинаются подвисания. Поэтому у нас идет зона над веками. Потом идут веки. Вот эта зона. И зона под глазами. Где также очень-очень проблемная кожа. И там образуются различные потом морщинки. Если за ней не ухаживать. В общем, так работаем осторожно. Две минутки. Все. После двух минуток. Я вот уже сижу. У меня уже все так нагрелось. Класс. После двух минуток берем. Сначала смазываем косметический диск нашим свежевыжатым соком. И просто протираем. Протираем. Захватываем зоны побольше. Протираем соком петрушки. Все вот эти зоны хорошо протерли. Потом оставшийся сок. Просто наносим сюда. И помещаем. Помещаем на закрытые глазки. И держим еще 10 минут. После этого осторожно берем и водичкой. Конечно же подготовленной водичкой. Она должна быть фильтрованная. Просто осторожно водичкой. Без косметических средств. Без мыла. Легенько все смываем. После этого через 15-20 минут. Когда здесь идеально само все высохнет. От того, как мы смыли водичкой. Наносим наши специальные кремы. Под глаза. Крем для век есть. И так далее. Есть несколько различных направлений кремов. Которые мы покупаем для вот этой зоны. Наносим кремик. Вот и все. Такое мероприятие для век можно делать. Если постоянно. Постоянно. Можно делать почаще. Ну где-то 2 раза в неделю. Если постоянно. Если вы время от времени делаете. В общем делайте почаще. 3 раза в неделю. Если вдруг забыли. Ничего страшного. Через неделю опять делайте. Через день. Через 2 дня. Но самое главное это постоянство. Работайте постоянно с массажными движениями. Работайте с несколькими рецептами. От 3 до 5 различных рецептов. Постоянно их чередуйте. И постоянно их меняйте. Такую процедуру в принципе можно делать когда угодно. Но желательно ее делать все таки вечером. Чтобы потом после всех наших мероприятий. Когда мы уже наложили крема. Мы отошли ко сну. Здесь зона потом уже расслабится. И начнутся уже сразу. Процессы. Процессы начнутся. Которые будут способствовать. Оздоровлению зоны. Укреплению всей зоны. И так далее. И соответственно в будущем состояние кожи будет улучшаться. И морщинки будут особенно мелкие. И гусиные лапки потихонечку чуть-чуть расслабляться. И уменьшаться. Вот такой отличный рецепт. Вот это для ваших глазок. Для вашей зоны вокруг глаз. Я сегодня и поведу. До встречи на моем канале. Будьте красивы. Будьте здоровы. И пока. Будьте здоровы.